Визовый экзамен. Дональд Трамп намерен запретить въезд в страну мигрантам, которые не владеют английским языком, а еще тем, у кого нет денег. Кроме этого, президент США хочет отменить визовую лотерею, в которой ежегодно участвовали в том числе и сотни украинцев. Обо всех новшествах подробнее узнаем от Дмитрия Анопченко. Соединенные Штаты ежегодно выдают 140 тысяч рабочих виз. Приезжим со всего мира, многие из которых потом остаются в стране. Кто легально, а кто нет. Так было годами. Люди ехали в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни и соглашались на любую, даже грязную и низкооплачиваемую работу. Но Дональд Трамп теперь намерен все это поломать. Вместе с двумя сенаторами представил в Белом доме новый законопроект, главное в котором въезд в страну запретят мигрантам без средств к существованию и тем, кто не владеет английским. Мы отдадим предпочтение тем, кто владеет языком, финансово обеспечивает себя и свою семью и обладает навыками, необходимыми нашей экономике. Прибывших Трамп намерен лишить пособий. Мол, если сами стремились в Соединенные Штаты, то нечего и сидеть на шее у государства. Никакой социальной помощи. Еще предлагает ввести систему баллов, как при поступлении в ВУЗ. Если не доберешь до нужного результата, значит и рабочую визу не получишь. Трамп предлагает систему, при которой компьютер будет начислять высшие баллы молодым, высокообразованным и состоятельным. Предпочтение тем, кому не больше 30. Если везешь с собой жену, ее баллы считаются отдельно и могут снизить твои шансы на грин-карту, если твоя вторая половина не молода или не так образована. И еще одно предложение президента Трампа. Отменить столь популярную среди украинцев визовую лотерею. Каждый год на протяжении 25 последних лет. Благодаря ей отбирали 55 тысяч мигрантов. Но теперь в Белом доме считают эту затею бесполезной. Нововведений предполагается много. Сегодня о них вся страна говорит. Вот только прессе эту реформу специально представили в период каникул Конгресса. Чтоб некому было с критикой выступить. Ведь в последнее время инициативы президента постоянно застревают в Капитолии. И новый законопроект может ждать та же судьба. А един Конгресс разве что в отношении санкций и внешней политики, которую видит совсем не так, как Дональд Трамп. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.